Прежде чем выступить, насколько мы понимаем ситуацию, изложить ее, я бы хотел отреагировать на слова, прежде всего, президента России, который предупреждает нас о том, что мы должны быть солидарны, и это коснется всех. Да нет, Владимир Владимирович, уже давно коснулось. И как ни странно, как вы говорили, мы вроде бы далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы, спецслужбы ваши точно, мы их информировали. Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут. Что произошло последние 2-3 суток? Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть сотен, всех не пересчитаешь. Уже афганцев, не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев, которых они позвали на Запад, пообещали принять, пошли на Запад. Что сделали поляки? Они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала мутер Меркель. Отловили и под угрозой оружия, строя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию. В Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе с Беларусью, нарушив государственную границу Беларуси. И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там, без воды, без еды, под открытым небом. Ну что такое сидеть на границе ночью, уже у нас на границе 7-8 градусов тепла? Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать. Вы слышали многие факты и видели, по крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещание, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я, прежде всего, имею в виду Запад. Они проиграли эту войну, и это надо им признать, и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы, но мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи. Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в этой первой волне. Но совершенно точно, что с потоком из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди с Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, они будут идти и лететь через нас. Поскольку наше совещание было несколько таким неожиданным, нам трудно было сориентироваться и подготовиться. Но, тем не менее, я хотел бы, прежде чем озвучить свою позицию в Беларуси, отреагировать на слова, сказанные инициатора этого совещания. Я абсолютно поддерживаю президента России, его заявление о том, что полеты боевых самолетов в США, прежде всего, над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России, для всех нас, как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО, они уже обнаглели до крайности. Они, ну, понятно, двигаются через Беларусь в Россию. Но попытка сесть в Центральный Азию также для Российской Федерации, для и нас, неприемлема. Я абсолютно солидарен с президентом России в этом плане и его поддерживаю. Здесь очень правильно прозвучало, что нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту Душанбек подготовить эту общую позицию. Пока она выражается, давайте будем искренне. Давайте посмотрим, что будет дальше. А потом будем ситуативно на это реагировать. Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше. Так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию. И не заниматься заклинаниями и призывами. Ибо опоздаем и будет поздно. Республика Беларусь, как вы знаете, не была погружена в афганские события, как Таджикистан или Россия. Мы не запрещали Талибан, мы не поддерживали в силу того, что мы не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это постоянное выступление на заседании ОДКБ президента Таджикистана, Мали Шариповича Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан, Афганистан – это опасная точка на карте. И проводил конкретные факты. Оказалось, он был прав. Поэтому нам надо реагировать. Реагировать и стараться не перебирать. Потому что мы не знаем, как будут развиваться события, но на всякий случай на границе Таджикистана, читай ОДКБ, с Афганистаном, давайте признаем, что мы опоздали. Поэтому надо наверстывать упущенные. Тема актуальная. Мы весьма настороженно, внимательно наблюдаем за происходящим в Афганистане. Не только в силу того, что там происходит, но ситуацию необходимо оценивать без эмоций. Максимально, реально и адекватно. Нам кажется, что на первый взгляд это гигантское поражение западной политики. Это действительно так. И прежде всего Соединенных Штатов. Однозначный пример того, к чему приводит бездумное вооруженное насаждение так называемых их принципов демократии. США и их союзники, как они часто поступают, совершенно наплевательски отнеслись к историческим, этнокультурным, религиозным особенностям государства. И самое главное, к интересам людей. Ну, подтверждением тому, что творится в аэропорту Кабула. Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ. Они создали проблемы и сейчас перекладывают решения на других. При этом, по сути, еще пытаются выйти сухими из воды. Ну, американцы это любят. Мы в Беларуси, как я уже сказал, может быть, не настолько глубоко видим ситуацию, как и Мали Шарипович в Афганистане. Поэтому для нас важно услышать Ваши оценки и мнения, на которые во многом мы также будем полагаться, как Ваши союзники. Со своей стороны видим главные вопросы и вместе должны на них ответить. Во-первых, что будет дальше? Какова обстановка на внешних границах ОДКБ? Какие первоочередные последующие шаги мы вынуждены предпринять по нейтрализации возникающих угроз? И эти шаги, уважаемые друзья, мы должны определить уже в середине сентября нашей встречи в Душанбе. Еще один чувствительный вопрос связан с уходом штатов из Афганистана. Это возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членов ОДКБ. Полагаю, что эта тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения безопасности в зоне ответственности нашей организации. Еще раз подчеркну, поддерживаю президента Путина о том, что это неприемлемо ни для России, ни для ОДКБ. Размещение войск США и коалиционных так называемых войск в зоне ответственности ОДКБ, не только на территории стран ОДКБ. С терроризмом напрямую связаны риски трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков, оружия, которые, видимо, будут возрастать, о чем говорил президент Таджикистана. Учитывая определенную прозрачность границ между нашими странами, этот вопрос нас также серьезно беспокоит. В данном контексте необходимо уделить внимание практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы. Это то, что нам нужно сделать в первоочередном порядке и непременно. Полагаю, целесообразно рассмотреть вопрос о проведении в рамках ОДКБ внеочередных межгосударственных операций канал и нелегал. Мы это делали раньше, делали очень эффективно. Практика на работах. В ходе предстоящих 18-23 октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ, взаимодействия 2021, поиск 2021, эшелон 2021, отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с афганского направления. При этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние власти, талибов. Нет. Мы просто выстраиваем оборону наших рубежей ОДКБ на случай, если. Еще один вопрос. На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками, ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае. В этом плане мы очень рассчитываем на то, что президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции, потому что Россия – это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме, это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть в союзе, естественно, с Центрально-Азиатскими республиками. В решении афганского вопроса должен быть задействован потенциал Шанхайской организации сотрудничества, как одной из самых влиятельных структур в Азии. Члены ШОС практически все сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы, по крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана. Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября в Душанбе. Возможно, проработав этот вопрос, мы выйдем на совместное заседание по проблематике афганского урегулирования. Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого вопроса сегодня? Хорошо. Не захотят? Но мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы очень можем серьезно продвинуться. Не считаться с позицией ОДКБ ШОС будет невозможно. Позиция ШОС ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции. В завершение хочу подчеркнуть. При всех недостатках мы их критикуем, сами себя. В нашей организации разработаны все необходимые планы. Подписаны документы. Для принятия и реализации решений инструментов у нас достаточно. Если недостаточно, есть еще три недели для того, чтобы до Душанбе их выработать. Хочу заверить всех вас, что мы непременно, хоть мы вроде бы географически не рядом и не граничим с Афганистаном, но мы будем следовать согласованной общей позиции в рамках ОДКБ. Другого не дано. Ни в коем случае нельзя пытаться отсидеться, что мы далеко. Недалеко. Наша планета небольшая, тесная, а мир обезумел. И неизвестно, что будет дальше. Поэтому президент Путин прав, что лучше солидаризироваться и действовать вместе. Тогда наш голос, а может быть придется так, что и не только голос, будет слышен и виден. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...